Ну ладно, начнём. Друзья, всем привет! Идея создания этого ролика появилась после того, как я ВКонтакте, незаметно так листая новости, наткнулся на запись. Вы представляете, сливки шоу кинула крупная компания, занимающаяся поставкой телефонов. Компания Highscreen. Я за неё, конечно же, вспомнил. У меня были самые интересные чувства к этой компании. Не со самым компанией хотел бы поговорить, а за телефон, который у меня, Highscreen ZRF, если я не ошибаюсь, который у меня уже целых 2 года. Я расскажу все плюсы, минусы, недостатки и преимущества этого телефона. Хотя, наверное, насчёт преимуществ их надо поискать. Ну, наверное, 2. Это цена и то, что здесь очень необычно работает голосовой набор. Он может работать вообще без интернета, ребята. Вот вообще без интернета. Но об этом чуть-чуть попозже. Поступил мне телефон зимой 2014 года. И я не, в принципе, успешно пользовался. Всё началось с такой весёлой, интересной коробочки, в которой пришёл этот телефон. На ней было крупно-жирно написано. Плюс 32 гигабайта в подарок. Я думаю, ну круто. Я полчаса искал в коробке флешку на 32 гигабайт. Искал её, искал и поражался. Что? Я думал, что её своровали на почте. Я думал, что я такой криворукий. Или я что-то неправильно понял. И после долгих поисков я увидел, что на коробочке мелким-мелким-мелким шрифтом написано, что 32 гигабайта какой-то там виртуальной и облачной памяти, которую предоставляет Google, ВКонтакте и куча сервисов. И вот они якобы предоставляют, но об этом так крупно пишут, что ты с трудом догадаешься, что тебя просто на эти 32 гигабайта развели. Их на самом деле нет. То есть они есть дооблачные, но тебе нужен интернет, нужно стабильное подключение. И зачем тебе эти облачные мегабайты? Они есть на любой почте и так далее. Ну ладно. Историю, в принципе, с этой коробочкой можно её считать законченной. Дальше меня стали поражать некоторые другие моменты. Снимки с этой камеры получаются хорошими только при солнечном ярком свете, во всех там просто идеальных условиях и всё. Первое время вёл себе телефон в принципе нормально, всё работало. Всё было в принципе снимать лично, проблем никаких. Но чуть позже с ним стали происходить весьма странные вещи. Первая из нестранных вещей это была нехватка памяти. Вот ты заходишь в Play Market, хочешь установить себе какое-то приложение, а он пишет недостаточно памяти. Чешешь затылок вот так и думаешь, а в чём же дело? Почему же памяти не хватает? Написано, в телефоне 800 метров. Флешка вся почти пустая, там 200 метров занято. Ну, гиг свободный, вот есть, чётко, железно. А ты не можешь понять, что же ты... Не разбираешься ты так в Android. Да, это мой первый Android, но я не думаю, что я насколько глуп, что не смогу понять же в чём дело. Через диспетчер приложений, через всякие программы с чёточками, чистила свою память, но памяти больше не становится. Ну, память показывает, а приложение так и не становится. Ладно, я с этим смирился. Я понял, что я себе поставил последнее приложение, и больше, пожалуй, на телефон ничего не поставишь. Хотя память вроде бы есть. Загружал музычку с VK, ну, в принципе, делал всё, что обычные люди и делают с телефонами. Просто пользовался. И где-то через полгода он мне начал выдавать новые фокусы. А это писать, что некоторые приложения не отвечают. Ну, приложения для начала были самые первые. Это камера ВКонтакте и другие. Ну, такие более-менее повседневные. Но потом, чуть позже, телефон стал сильно глючить. Он даже писал мне, что приложение телефон не отвечает. Мне кто-то звонит. Я провожу пальцем вправо. И он вот так вот тут зависает. И я не могу ничего сказать. Я не знаю, идёт вызов, слышно меня или нет. Но он просто объяснит от этого. До чего же ему тяжело принимать звонки, ребята? Ну, неужели он такой уж отстал? Это, в принципе, для него стало нормальным. На каждое приложение он может зависнуть в самый неподходящий момент при съёмке видео. Далее. У нас идёт интересная такая функция. Это как фонарик. Нужная вообще вещь. На Samsung работает просто отлично, идёт сразу. Но расскажем, как она идёт здесь. Здесь этой функцией пользоваться практически невозможно. Когда ты тушишь экран, фонарик не может продолжать работать. Я скачал себе специальное приложение Speedometer, через которое можно удобно включать всё-таки фонарик. Вот мы включаем, он вроде светит, да? Только мы тушим экран. И фонарик тухнет. Ребята, ну что это такое? Он как-то непонятно засыпает, когда тушишь экран. Я понимаю, когда засыпает всё. Но почему тухнет этот диод? Он не так нужен. А когда включён фонарик, я не могу так спокойно с ним ходить. Я буду что-то нажимать, и он по-любому выключится. Либо я куда-то зайду, кому-то позвоню. Но, в принципе, тоже с этим можно мириться. Это тоже пусть будет для этого телефона нормально. Ладно, переживём. Я его недавно, в принципе, уронил. Это моя вина. Он прилетел на кафель. Он начал трескаться. Следующее, что интересное было, этот телефон почти никто не знает. И сложно найти на него это стекло. Это тоже нормально. Но следующее действие меня вообще повергли в шок. Если даже телефон не носить в задних карманах, не ронять больше, трещины начинают расти. Как паутинка, которую ты не подметаешь со своего окошка. Растут одна трещина, вторая, третья. И в итоге они разошлись просто уже по всему экрану. Читать текст или что-то, ну, очень сложно и уже неприятно смотреть. Но это тоже ладно. Самое последнее, что меня уже начало выбивать, это его батарейка. Здесь было 1600 мА. Ну, заявлено, наклеено на наклеечке. Вот за вот это чудо чуть позже расскажу. Она была в три раза или в два меньше вот этой. И он начал делать следующие глюки. Когда ты едешь куда-то, или идёшь куда-то, неважно, что ты делаешь. Кому-то собираешься позвонить, сказать, что ты подходишь или что-то там. Так и так и так. Он просто берёт и тухнет. Ну, он как бы перезагружается. Ему не хватает напряжения, и он что-то у него глючит, и он перезагружается. Вначале я думаю, что же такое с ним? Непонятно что-то. Примерно показывает 40% заряда. Дальше дела пошли хуже. При 70% заряда он начал делать. И я месяц где-то ждал, ждал, ждал. Уже всё, при 92%. И если тебе кто-то позвонит, или ты кому-то позвонишь, и будет идти звонок, и будет светиться дисплей. А это большая токовая нагрузка на него. Нужно только взял, приложить к уху, чтобы всё-таки потух экран. Ток потребления стал немножко меньше, и тогда он ещё мог как-то немножко работать. Потом в кармане я просто уже тягал с собой пауэрбанк, и он был вечно на проводе, вечно сюда был включён. Но это уже, мои друзья, не помогало. Со временем и пауэрбанк уже не спасал. Он, будучи постоянно на зарядке, он уже тогда умудрялся просто у меня тухнуть. Мне кто-то звонит, зарядка на 98-95% он тухнет. Это меня просто убивало. В итоге я всё-таки прибежал к такому непростому решению, поскольку в магазинах батарейки можно достать только под заказ. Нету там, я не встречал в своих магазинах, и мне нужно было всандалить эту батарейку. Это тоже было непросто, поскольку телефон сделан так уникально, что внутрь, вот сюда более подходящие батарейки, просто не вставишь. Здесь слишком мало места. То есть это было как специально просчитано, чтобы только эту батарейку туда вставляли. И пришлось мне налепить её только сверху, снаружи. И что ещё было интересно, эта батарейка жутко вздулась и крышку покорёбила просто. Ещё что мне вообще интересно в этом телефоне нравится, это качество покрытия, краски и вообще всего пластика. Я вам сейчас покажу на макро, как она просто вся, мягко говоря, облезла. Не прикасалась к нему наждачка, но тем не менее, по углам краски попросту нету. А в некоторых углах даже нету кусков пластика, ребята. При том, что он падал только один раз. Это был кафель, и он из-за этого сильно пострадал. А ещё такую небольшую минутку юмора. Когда мы его только забрали с почты, мы начали читать, как он правильно называется. Телефон насколько непопулярный был, что мы просто не знали, как он правильно читается. И с нашим великолепным знанием английского мы прочли первый раз, как только вы увидели, название не хайскрин, а фихсриен. Это просто у нас не укладывалось в голове. Мы думали, ну как китайцы могли назвать так телефон? Ну, это некрасиво, мягко говоря. И они, думаю, понимали, что если это говорить по-русски, это будет, мягко говоря, некультурно вот так его называть. Но, увы, это была наша ошибка, мы с него очень ржали, и мы его так и прозвали в своём узком кругу, когда мы не знали вообще, как читается, как эти е, когда две штучки там рядом стоят, произносятся. И ещё что интересно, производитель заявляет, что это телефон российской сборки или вообще российского производства. Но это вовсе не так, поскольку даже под самой этой батареей, которая уже вздулась и её выкинул, чётко, ясно написано. МАДЕ ИНЧИНА, всем известная надпись, которая чётко означает, что этот телефон изготовлен китайскими школьниками на уроках труда. Все мы это знаем. Либо они сами, как вы знаете, делают зарядки. Ну, для мобильных телефонов по утрам. Это ихнее такое задание, вне классное, поскольку эти зарядки, говорят, ломаются и попросту не работают, что, кстати, было и с этой зарядкой. Здесь, кстати, сделано всё наоборот. Зарядка была какая-то хитрёно-будрёная. Там светился такой цветной диод, красным цветом, когда она заряжается, синим, когда не заряжается. Она изначально была какая-то вот кривая, вот как-то вот так вот идёт и потом изгибается вниз. Ну, тоже ладно. Светится, мне это нравилось. Ты без блокировки, ты видишь, о, светится синеньким, можно отключать. Всё было классно. Но особенность этого телефона ещё в том, что здесь разъём вставлен наоборот. Тебе нужно к этому привыкнуть и с этим смириться. Ты должен вставлять его не вот так вот тут, а ты должен переворачивать надписью и всё это остальное, и вот так его вставлять. Ребята, как по мне, это немножко глупо. Во всех нормальных телефонов делается разъём более плоской частью к низу. Здесь это сделано наоборот. По поводу, кстати, интересного дизайна, утверждает производитель, что это исключительно русская разработка. Ладно, будем с этим мириться и подумаем. Ну, скажите, телефон Nokia собирали разве в России? Конечно же нет. Но интересно, все, видя этот телефон, говорили, а что у тебя Nokia Lumia? Она на Windows и так далее. Говорили, нет, это High Screen. И все с вот таким взглядом, а что это вообще такое? У тебя телефон какой-то с другой планеты. Но это, в принципе, тоже можно пропустить. Ну да ладно. Ещё самое интересное, когда я договаривался, что мне его прислали, Я просил нормальный телефон, но мне прислали его почему-то голубого цвета. Ребята, ну у вас что, с фантазией совсем плохо? Зачем? Парню голубой цвет этот, ещё бы розовый прислали. Это меня немножко убило. Но, как ни странно, все обзорщики того времени получали телефон в большинстве, конечно, своём, не абсолютно все, именно такого цвета. Почему не было другого чёрного, зелёного, красного, но не голубого и не розового? Почему, ребята? Я догадываюсь, наверное, в Китае закончился другой цвет. Остался только голубой. Это печально. По сути, у меня, пожалуй, всё. Может, я что-то ещё вспомню за этот телефон. Присылайте свои идеи, ребята, на что сделать следующий обзор. Он будет самой здоровой, рассудительной, логической критикой. Обратите внимание, что именно этот обзор я делал, уже пользуясь два года этим телефоном. И он уже, ну всё, крякнулся, но я надеюсь, эта новая батарейка, которую я присобачил, я впаял её, покажу сейчас как. Она, в принципе, спасает ситуацию. И я это говорю не с целью там отомстительно вредить, а просто так, как есть, ребята. Вот так, как есть. Мне за него ничего никто не платил. Мне просто захотелось рассказать. И это желание появилось после того, как поломалась зарядка через неделю, потом начал телефон глючить, потом с батарейкой. Но, как я это говорил вначале, к именно этому обзору меня подтолкнула запись, которую сделал Юра. Это канал Сливки Шоу, думаю, его, конечно, все знают. Так вот, в принципе, у меня такое было мнение об этом телефоне у производителя, что некоторые моменты либо не учли, либо это лень, поскольку бюджет нужно тоже экономить, чтобы что-то положить себе в кроман. В принципе, логически, за 4000 рублей мне его хватило. Если бы я не разбирался, я бы не покупал бы, и у меня не было бы время, мне нужно было бы покупать уже новый, какой-то другой телефон. Ну, скорее всего, не этой марки, но тем не менее. То есть, его хватило мне ровным счетом примерно на 2 года. Ну, такой еще средней эксплуатации. Я в нем целыми днями не играл, иногда сидел в ВКонтакте. Ну, в принципе, пользовался как все, ребята. Представьте свои идеи на обзоры. Все расскажу, покажу, покритикую и похвалю. Все. Всем успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok